14 сентября 1943 года, во время битвы за Днепр, в районе села Чебиряки, советские части подошли к реке Сула. Саперы вермахта не успели взорвать мост через реку, и теперь в небе появились юнкерсы. Пытаясь уничтожить мост, они скидывали свой смертоносный груз на переправляющиеся войска, а в глубине обороны грохотала немецкая артиллерия. В мост попало несколько бомб, и он загорелся. Форсировать сходу реку оказалось невозможно. И вдруг солдаты увидели, как в пламя пожара ринулась колонна артиллерии. Сначала командирская, а потом и машины с прицепленными пушками скрывались в пламени и появлялись на другой стороне реки. Как только колонна проскочила мост, он рухнул. Командовал колонной молодой капитан Петров Василий Степанович. Увидев горящий мост, он приказал своим солдатам одеть противогазы, и сам первый въехал в огненную пучину. На левом берегу артиллеристы заняли плацдарм, и в ожидании, когда смогут переправиться остальные войска, отбивали контратаки немцев. Танки с крестами на бортах и около батальона пехоты пытались скинуть дерзких артиллеристов со своих позиций и уничтожить плацдарм. Но в неравном бою солдаты Петрова смогли уничтожить семь танков и до двух рот вражеской пехоты. В это время до 150 немецких автоматчиков зашли батареи в тыл и открыли сильный огонь, стремясь уничтожить личный состав орудий. Петров развернул часть своих пушек и встретил фашистов картечью, а потом собрал всех свободных от орудий людей и во голове этого отряда атаковал немецких автоматчиков. В этой атаке большая часть фашистов была перебита. Семь человек попали в плен, а остальные разбежались. Капитан Петров в этом бою был ранен в плечо, но остался в строю до конца. Петров Василий Степанович встретил Великую Отечественную войну молодым лейтенантом, только что окончившим Сумское артиллерийское училище. Буквально перед началом боевых действий он прибыл в приграничный город Владимир Волынский. 22 июня 1941 года уже в 3 часа ночи находившийся там укрепрайон подвергся массированному налету авиации и обстрелу артиллерии. «С просонья я не мог сообразить, что произошло», – писал в своей книге Петров. «Дрожали стены, битые стекла, сыпалась штукатурка, пыль, оконные створки, одна на полу, другая повисла на петлях, люстра раскачивалась, как маятник, жалобно звенели хрустальные подвески, валил едкий дым, грохотали разрывы. Я бросился в спальное помещение батареи, полуодетые люди в страхе толпились у окон». В первый день войны третья батарея 92-го отдельного артиллерийского дивизиона, который командовал Петров, своим огнем поддерживала обороняющиеся советские части, а к концу дня была атакована немецкими танками. Артиллеристы смогли отбить эту атаку, уничтожив два танка. При этом в боях 22 июня дивизион понес потери в людях и материальной части. Немцы захватили его склады, и к ночи артиллеристы остались без снарядов и в окружении. В этих условиях было принято решение уничтожить оставшиеся тягачи и орудия и пробиваться на восток в пешем порядке. В ожесточенных боях под Ковелем, Луцком, Малинином, Чернобылем получал боевой опыт лейтенант Петров. Дважды он оказывался в окружении, первый раз под Киевом, а второй под Харьковом, но всегда проявлял выдержку и мужество. Из Харьковского котла ему удалось с минимальными потерями вывести личный состав своей батареи вместе с тяжелой техникой. После огненного моста и дальнейших событий о молодом капитане-артиллеристе узнали буквально все. В битве за Букринский плацдарм 23 сентября 1943 года, замещая выбывшего из строя командира полка, капитан Петров в первом бригаде за одну ночь быстро форсировал реку Днепр и переправил материальную часть боеприпаса и людей на правый берег реки. Заняв позиции, артиллеристы в течение недели прочно удерживали плацдарм, отбивая контратаки немцев. Противник стянул к Букринскому плацдарму крупные силы. Десять дивизий, в том числе пять танковых и одна моторизованная, пытались во что бы то ни стало сбить советские войска с занимаемых позиций. Бои за Букринский плацдарм вошли в историю как одна из самых кровавых операций такого рода. 1 октября артиллеристам Петрову пришлось отбивать четыре контратаки немцев. Находясь в боевых порядках батарей, Василию Степановичу несколько раз приходилось вставать за орудия, заменяя выбывший персонал пушек. За этот день Петров лично подбил четыре немецких танка и два шестиствольных миномета, а после со своим ординарцем уничтожили самоходную артиллерийскую установку. Вечером того же числа Василий Степанович был тяжело ранен. Он в сумраке пошел искать своего друга, начальника разведки капитана Болелова. Противник не прекращал обстрел плацдарма. Рядом с Петровым прогрохотала серия брезантных разрывов. На меня обрушился удар страшной силы, писал он впоследствии. Кажется я устоял, пытался идти, но что-то неудержимо влекло к земле. Я провалился куда-то и все. Когда командиру бригады полковнику Купину доложили, что Петров отправлен в морг, тот приказал найти тело Василия Степановича для его похорон с воинскими почестями. Офицеры Галушка и Запольский, которых послали на поиски, перерыли все вокруг. Они даже разрыли одну из братских могил, но Петрова нашли только через несколько дней. Похоронная бригада не успевала закапывать тела погибших солдат и складировала их возле разрушенных домов. Найдя Петрова в одном из сараев, офицеры, к своему удивлению, обнаружили, что он еще жив. Галушка с Запольским перенесли тело капитана в медсанбат и, угрожая пистолетом хирургу, составили того делать бессмысленную, как тот утверждал, операцию. Однако она прошла успешно, и Петрова доставили в Московский институт ортопедии и протезирования. А 24 декабря 1943 года капитану Петрову Василию Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 9 марта 1945 года крупные силы немцев контратаковали советский плацдарм на западном берегу реки Одер. И снова фашисты уперлись в артиллеристов Петрова. Уже гвардии майор Петров Василий Степанович после тяжелейших операций, в которых он потерял обе руки и чуть не потерял ногу, не смог оставаться в тылу. После реабилитации, невзирая на запреты докторов, он прибыл обратно в свою часть и командовал полком. В бою 9 марта Василий Степанович мужественно и умело руководил действиями полка, лично присутствуя в боевых порядках батарей под очень сильным пулеметными артиллерийскими наметным огнем противника, неоднократно рискуя своей жизнью. В течение боя артиллеристы смогли отбить 5 немецких атак, не допустив его к переправам. 15 марта в бою по прорыву немецкой обороны на западном берегу реки Одер гвардии майор Петров снова проявил непреклонное мужество и высокий уровень оперативного руководства, веренным ему полком. Его артиллеристы уничтожили 4 немецких орудия, 13 огневых точек и до 120 фашистов. 19 апреля в ожесточенных боях с немцами в районе Низке с целью занятия более выгодного рубежа противотанковой обороны, Петров лично повел в рукопашную атаку две штурмовые группы на населенный пункт, занятый немцами. Красноармейцам удалось отбить у гитлеровцев господствующую высоту и занять оборону. Позднее немцы несколько раз переходили в контратаки, но артиллеристов выбить с занимаемых позиций уже не удалось. 27 апреля в напряженный момент боя гвардии майор Петров снова поднимает своих бойцов в атаку и дает отпор немцам. В этом бою он вновь был ранен. После войны 27 июня 1945 года гвардии майор Петров Василий Степанович за исключительное мужество и героизм, проявленный в боях, был удостоен еще одной медали «Золотая звезда», став дважды Героем Советского Союза. Стойкость духа Петрова Василия Степановича поражали его современников. В Советском Союзе о нем знал каждый. Раны, полученные во время войны, все больше стали мучить героя. И через 26 лет началась атрофия мышц. Консилиум врачей поставил страшный диагноз. Спасти жизнь Петрову можно, но после операции он уже никогда не сможет ходить. Но Петров отказывается от операции и снова идет в бой, на сей раз уже со своим телом. Постоянные изнуряющие тренировки, бег, приседания, врачи в ужасе. Это может привести к смерти, но болезнь отступает перед силой духа Петрова. После войны Василий Степанович защитил диссертацию и стал кандидатом военных наук. Он написал две книги своих воспоминаний под общим названием «Прошлое с нами» и сделал это все без посторонней помощи. В 1999 году он стал генерал-полковником артиллерии, а после распада Советского Союза продолжил службу в украинской армии. До конца жизни генерал-полковник Петров Василий Степанович занимал пост заместителя командующего ракетными войсками и артиллерией главного командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Занимался активной военной, научной и гражданской деятельностью. Скончался герой 15 апреля 2003 года в Киеве на 82-м году жизни. Я был убежден, что в моей жизни поставлена последняя точка и решил умереть. Сделать в госпитале это не удалось. Тогда я вернулся к своим товарищам на фронт, чтобы умереть на поле боя. Но, как видите, судьба распорядилась по-своему. Это человек легендарного мужества, и судьба, видимо, сохранила его, чтобы человечество удивлялось, на что оно способно. Продолжение следует...